Всем доброго времени суток и совсем немножечко времени остается до нового года и наверное это мое последнее видео, одно из последних видео, которые я выкладываю в этом году. Видео, наверное, с отдельного видео с поздравлением, наверное, не будет, я не знаю, честно говоря, потому что слишком много событий сейчас предстоит изведать, скажем так. Итак, что хотелось мне сказать, сегодня видео, посвященное домашней атмосфере, тому, как организовать свое место дома, кому это интересно, именно мой опыт, как я справляюсь с мужем, с двумя детьми, и чтобы дома оставалось чисто, уютно, красиво, и чтобы здесь было приятно находиться. Вот, короче, начнем издалека, да, сначала о том, что и про здоровье тоже скажу, что очень важно, чтобы дома было чисто, очень важно. И это касается, в принципе, и темы животных, что, естественно, там, туда, куда не нужно, там, на стол ваши кошки, собаки не должны прыгать, и все это понятно, конечно. Но что я имею в виду по поводу чистоты дома? Я имею в виду, на самом деле, именно эмоциональную сферу. То есть не так важно, может быть, сам наличие самого мусора, нежели чем наличие скандалов дома, недовольством друг друга тоже нельзя пренебрегать, на самом деле, потому что очень важна вот эта погода в доме. Я не знаю, все могут смеяться над текстом Ларисы Долиной, да, вот этой ее важной очень песни, важнее всего погода в доме. И вот отсюда и начинается моя структура, скажем так, того, как я веду хозяйство. И, значит, первое, о чем я хочу сказать, и самое главное, что самое важное в доме, это эмоциональная составляющая. То есть насколько близки муж с женой, насколько они в ладу между собой, насколько в ладу родители с детьми, дети с родителями, дети с детьми. То есть вот эта вот вся психологическая составляющая, она очень важна. И оттуда, собственно говоря, и вытекает вот это желание навести порядок в доме, поддерживать этот порядок, вкусно готовить, держать на столе красивую посуду. И вот это вот все, то есть вы, наверное, ожидали, что я буду рассказывать, как правильно разложить там по полочкам какие вещи. Нет, это совсем не об этом, потому что все мы очень разные. И то, как именно система, ну, грубо говоря, система нашего дела производства домашнего, как хранить документы, книги, там, кто считает нужным это хранить, кто считает нужным это хранить. То есть у меня принцип такой, что в первую очередь для того, чтобы у меня было желание что-то систематизировать, убирать, вытирать, убирать и вообще обслуживать всю эту вот махину, у меня должно быть максимально для этого подходящее настроение. То есть я должна с любовью это делать, в первую очередь, с любовью никак не с пренебрежением, с неодобрением, с порицанием, тем более там, типа, ах ты там, ну, в общем, все по пунктам, да. Очень важно на самом деле сейчас, особенно ближе к Новому году, наверняка все замечали, что количество скандалов в семьях возрастает, вот этот вот накал эмоциональный. И люди уже просто не поддерживают, начинают кричать друг на друга. Многие рассказывают, что именно вот в этот предновогодний и новогодний период многие решали для себя, что просто пора расстаться с человеком, да, с близким. Именно потому, что вот это вот, ну, такая вот неприятная, очень гнетущая атмосфера. Вы наверняка могли бы смотреть по своим цветам, потому что цветы домашние, они очень чувствуют, как вот, например, люди относятся друг к другу, какая именно атмосфера. И я бы вам рекомендовала не пускать в свой дом людей, которых вы не хотите видеть. Для женщины дом, это ее душа. То есть, если вам не нравится кто-то из людей, которые к вам приходят, ни в коем случае не открывайте двери, не берите трубку, уберите этого человека из своей жизни. И вы увидите, с какой молниеносной скоростью начнет меняться ваша квартира. У меня такое было, я почистила свое окружение. И желание жить, желание, так сказать, тратить свою энергию на уборку, на семью, на дела какие-то, на свою карьеру, на материнство, на то, чтобы как правильно быть женой. Да, вот это все у меня оно возросло в несколько раз. И поэтому, да, нужно понимать, что дом — это женская душа. Точно так же вот для меня очень важно. Везде может быть бардак, кроме ванны и туалет. Это тоже особое место. То место, где ты там можешь побыть наедине с самой собой. С телефоном, не знаю, кто там, как свои дела в туалете проводит, у всех по-разному, да. Или просто там в обдумывании своих каких-то мыслей, или в России очень часто книжки читают, ванны — это тоже очень важное место. Там мы становимся красивее, там мы полностью раздеваемся, мы не защищены в этом месте. И оно должно быть максимально чистым. Там, где мы принимаем ванну, да, это место тоже должно быть чистым. То есть именно сама философия, да, вот этот сам подход, что те места, очень важные для нас, это места приема пищи, например, да, это наша столовая, кухня, да, кто как это называет, место, где собирается вся семья по вечерам, место, где все делятся какими-то своими эмоциями какими-то, которые сзади накопились. То есть вот у нас, на самом деле, большая традиция — это по выходным все приемы пищи принимать вместе, и дети, на самом деле, очень просят, именно вот что, даже маленький еще говорить не может, но старший всегда говорит, мама, пойдем все вместе, сядем, значит, там, позавтракаем. Ну, в общем, это вся история, и детям это очень важно, и взрослым это ощущение, вот это внутреннее гармонии, спокойствия, что это твое место, место, где ты просто можешь побыть, я не знаю, быть самим собой, быть открытым. Конечно, многие говорят о том, что ссориться с родителями, ссориться с мужьями, но ведь на самом деле, кому это важно? Вот мы очень часто сидим и думаем, так, вот он так-то, так-то со мной поступил, и я ему в ответ вот так-то, так-то сделаю. И когда вы начнете относиться к человеку так, как вы хотите, чтобы он относился к вам, произойдет, на самом деле, глобальная перестройка. Как только вы перестанете разрешать в свою сторону говорить какие-то неприятные вещи, как только вы сами перестанете кому-то из своих близких говорить неприятные вещи, поверьте мне, вы увидите колоссальную разницу. Точно так же хочу сказать про такое видео, наверное, немножко, но не то, что, наверное, про порядок везде, о своем отношениях со своим домом, с местом, где ты живешь, да, и то, какой порядок у тебя будет везде. Порядок должен быть там, где есть порядок, там на самом деле живет Господь, там, где беспорядок, там и бесы. Отсюда тоже можно сделать вывод, насколько правильно вы живете. Посмотрите на свой дом. Вот я, например, как сделала? Я выпросила все вещи, которые мне не нравятся. Абсолютно все. Я почистила свой шкаф. Вот если вы сейчас посмотрите на мой шкаф, это все вещи, которые у меня есть вообще реально, помимо верхней одежды. И я вставлю фотографию. Да, я убрала всю косметику, которой я не пользуюсь. То есть я оставила вещи, исключительно вещи, которыми я пользуюсь, которые мне нравятся, которые мне приносят удовольствие. Я избавилась от всех книг, которые мне не приносили удовольствия. Или, ну, вот просто не нравились, чисто визуально картинки даже не нравились. Короче говоря, я убрала из своего дома все, что меня раздражает. И оставила все примерно в одном-двух экземплярах. То есть у меня нет задвоенности никакой. Если у меня там есть венчик для взбивания яиц, например, или там, я не знаю, сейчас я яйца не ем, но он этот венчик есть, то он у меня один. То есть у меня нет вот такого склада, как это вот наши мамы устраивали про запас в советское время, не дай бог. Сейчас есть все, и поэтому точно так же с вещами, там, одна пара джинсов, или там, я не знаю, которые реально нравятся, или там, ну, в общем, вы меня поняли, что у меня нет вещей, которые реально вот прям одна вещь на другую похожи. Это сильно упрощает все, потому что оно сломалось, порвалось, выкинулось, идешь, покупаешь новое, то, что тебе нравится. Обязательно, обязательно, то, что тебе нравится, это самое главное, обязательно, чтобы нравилось. Посуда, из которой вы едите, это тоже очень важно с утра, например, просыпаешься, настроение плохое, на работу надо, дети достали, муж достал, не знаю, там, все, все, все достали, но ты не имеешь права свое внутреннее вот это вот раздражение выплескивать на всех остальных. Никто не виноват в том, что ты встал с плохим настроением. Приди в туалет и просто выпусти это все из себя. Я сейчас скажу такую грубую вещь, просрись. Пусть это говно, которое в тебе кипит, но пусть выйдет. Все остальные в этом не виноваты, что ты сейчас на данный момент в таком вот заведенном состоянии. Никто не виноват в том, как вы чувствуете себя реально, потому что ваше отношение к окружающему миру зависит только от вас. Только от вас зависит, как вы будете относиться к свекрови, к маме, к мужу, к детям. И в связи с этим тоже очень важно сказать о том, как важно деткам ощущать вот эту вот гармонию, чистоту дома, именно вот структуризированность, да, вот это вот все, как вещи расположены, как мама там дома находится. Это тоже очень важно. Опять в преддверии Нового года, может быть, вы захотите поменять свою жизнь, скажу немножко про себя, в тот момент, когда меня прессовали, проверяли каждое задание за мной. И у меня, кстати, всегда были проблемы с поведением. Я не знаю, наверное, на видео это не очень заметно. Но на самом деле я очень люблю пошалить. И это было и в школьное время. Я очень любила болтать на уроках, я рисовала на партах. В общем, короче говоря, один раз меня даже заставили мыть эту парту. Я рисовала простыми карандашами. Ну, просто вот я вот такой человек, что я не могу спокойно сидеть. Мне нужно, чтобы вокруг меня какая-то движуха всегда была. Ну, артистичная немножко натура, поэтому... Да, вот такая я была. Мама приходила в собрание всегда жутко злая. Она говорила, вот ни про кого не говорят, говорят только про тебя. И всё время ругала по поводу оценок, по поводу всего, что я сдохну под забором, если я не буду там, допустим, делать это, это, это. Если я неправильно написала палочку, если там я не вспомнила пословицу. Короче, вот это вот постоянное ощущение, что на меня давят, вот, и мне не хотелось учиться реально, вот именно вот эта вот вся обстановка. Мне не хотелось убирать за собой, мне не хотелось вообще ничего. Мне не хотелось правильно складывать книжки, мне не хотелось учить уроки. Потому что я понимала, что, блин, вот опять вот это вот всё, понимаете, вот это вот, да, состояние, что как ребёнку тяжело, когда от него постоянно требуют одного и того же. Вот. Вот. И когда от меня отстали, у моих родителей там случился какой-то очередной период, что они увлеклись друг другом, и оставили меня в покое, мне было лет 13-14 на тот момент. Короче говоря, ребята, когда меня оставили в покое, когда меня перестали прессовать по поводу учёбы, закончилась музыкальная школа, времени стало побольше, я стала с большим удовольствием погружаться в учёбу. Вы не поверите, я училась на 3-4, никто не даст соврать из моих одноклассников, что большую часть учёбы, там, до 8-го где-то класса, я была посредственной ученицей, мне было ничего неинтересно. С тройки на четвёрку, с четвёрки на пятёрку, и как-то, ну, вообще, математика, всё это было с физикой. Ага, вот вы слышите, наверное, как у меня закатываются глаза. Всяком случае, у меня было именно вот так, что учёба для меня была, ну, просто каторгой какой-то. И когда от меня отстали, я вдруг, начались вот эти вот все биквадратные уравнения, вот эта вся история, детерминанты, и мне так это понравилось. Я начала разбираться, мне стало интересно, думаю, блин, а как ты, блин, прикольно у меня получается, там, детерминант меньше, там, нуля, блин, классно, никаких корней искать не надо, там, все эти дела. Вот, и помню, что учительница тогда на меня посмотрела, я, по-моему, какую-то самостоятельную работу пописали, она на меня смотрит, говорит, это точно ты? Я говорю, да, конечно. И когда у меня стали появляться первые пятёрки, девятый класс я закончила уже половину пятёрок, половину четвёрок, и одиннадцатый класс я закончила с одной четвёркой. Вот, поэтому по физике, но это не потому, что я такая глупая была, а потому что мы, в общем, с учительницей не нашли вообще, и не нашли почему, потому что, вот, посмотрите на это количество серёжек в ушах, потому что ей не нравилось, что у меня большое количество серёг. Вот, но самое, что интересно, я свою пятёрку по физике, я заработала в университете, да, и университет я закончила с красным дипломом, с отличием, поэтому, да, отстаньте от своих детей, перестаньте на них орать, перестаньте говорить им, что они закончат свою жизнь под забором, если они неправильно напишут это уравнение, или там, я не знаю. Но ничего страшного в том, что ваш ребёнок плохо учится, нет. Если им правильно смотивировать человека, показать ему всю выгоду того, как важно правильно организовать свою жизнь, чтобы заработать денег, да, чтобы голова хорошо работала, как важно понимать. Вот, вы знаете, ребёнок сам до этого должен дойти, вы сами своей жизнью должны показать ему это, что вот, и точно так же с порядком в доме. Если вы показываете своим примером всё, то есть, грубо говоря, порядок в отношениях с мужем, порядок в отношениях с женой, порядок в отношениях с детьми, и вот это вот всё, ваш ребёнок сам это всё впитывает, и абсолютно легко и просто рефлектирует это в свою жизнь. То есть, когда вот от меня отстали, вот реально, моя жизнь началась где-то с 14 лет, когда от меня отстали, я познакомилась с большим, как и, собственно, появилось время свободное после окончания музыкальной школы. Я познакомилась с ребятами из панковской среды, из панковской среды, да, они пили, курили, не знаю, там, на ушах стояли. Я стояла вместе с ними, но при этом я не пила и не курила, потому что я приятно, понятное дело, я понимала, что мне это не нужно. Ваш ребёнок сам знает, что для него приемлемо, а что нет, и то, что приемлемо для него, идёт из вашей семьи. Опять вот этот вот порядок, да, установленные порядки в доме, о порядке в доме мы сегодня говорим. Поэтому кричать и говорить о том, что, может быть, это видео вызовет большое количество несогласных со мной. Но, тем не менее, у меня остались эти ребята, которые стояли на ушах в свои 14-16 лет, вот эта панковская среда. Одни ребята, кстати, из которых стали очень известными музыкантами. Кто-то занимается обустройством концертных площадок в Москве. И понимаете, как вот из обычного, там, я не знаю, увлечения может вырасти реальная профессия, которая будет кормить вашего ребёнка. Перестаньте думать этими старыми стереотипами. У нас на самом деле сейчас очень интересное время. Я всё ещё говорю о порядке в доме. О том, что ты сейчас можешь пройти, как раньше было, выучился в ПТУ, пошёл работать на завод, всю жизнь проработал на заводе и помер. Сейчас всё не так. Выучился ты один раз, пошёл, поработал два года, потом понял, что это не твоё, пошёл учиться ещё раз, потом... И вот так всю жизнь мы сейчас вынуждены из-за того, что ритм жизни такой быстрее, 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 быстрее. Мы должны учиться всю нашу жизнь. Поэтому ещё раз вот хочу сказать о том, что может быть сумбурно там, может быть что-то непонятно. О том, что всё происходит из нашей головы. И порядок в доме настанет именно тогда, когда мы приведём в более-менее человеческий облик все наши сферы. Там сфера обучения, сфера семьи, сфера любви, сфера денег. И потихонечку, потихонечку, так же, в принципе, и обратно это действие имеет. Когда мы разгребём все наши вот эти лишние вещи, уберём весь хлам из дома, настанет счастье. Вот. Короче говоря, в преддверии этого новогоднего времени, 31 декабря, пожалуйста, подумайте об этом, о порядке в доме, о порядке в вашей жизни. Надеюсь, Мадиночка, я удовлетворила твой запрос. Наверное, не об этом ты спрашивала, когда говорила мне о порядке в доме. Но ещё раз повторяю, что это моё видение. Ситуация о том, что на самом деле всё начинается вот отсюда. И то, как пройдёт наша жизнь, зависит совершенно не от окружающих нас, а только от нас самих. Надеюсь, вы меня понимаете, о чём я говорю. Ну вот. На этой позитивной ноте я всех вас поздравляю, обнимаю и желаю вам всего самого светлого в следующем свинячьем году. Бросячьем. До встречи в следующих видео. Надеюсь, я успею выложить видео про подарки. Оно тоже очень сумбурное, но... Надеюсь, успею. Всех обнимаю. Целую. До встречи. И пока.